Я приветствую всех зрителей своего канала. Сегодня я покажу три бокала мануфактуры Мазер, основателем которой был Луи Массер. Я вам уже об этом рассказывала. Кому интересно, те могут найти информацию в интернете и почитать об этом подробно. В силу того, что Мазер является королем хрустального мира, в интернете огромное количество информации об этом. И заинтересованные люди могут удовлетворить свое любопытство. Эти бокалы имеют атрибуцию. Они были созданы на мануфактуре Мазер на рубеже XIX и XX веков. Я вам хочу показать их детально, потому что их невозможно скрывать, невозможно прятать. Они божественно прекрасны. Здесь три слоя эмали. Золото в три слоя и цветная эмаль тоже наносилась в три слоя. Такая вот красота. Цветной хрусталь нежного клюквенного оттенка, который и нежный, и яркий, и позитивный одновременно в сочетании яркости и нежности. Такой вот восхитительный оттенок. Я люблю цветной хрусталь, поэтому этот оттенок сводит меня с ума. И такие оттенки нравятся больше женщинам. Выдувной бокальчик ручной работы. Он идеален для ликера, но при желании из него можно пить все что угодно, потому что настолько он прекрасен. Несмотря на то, что такие бокалы имеют восхитительный декор, они удобны в использовании, потому что они легкие, ими удобно пользоваться. Удобно держать его в руке, смотреть на него со всех сторон, заглядывать внутрь, получать удовольствие от напитка и от красоты. У него вот здесь есть ограничитель, который предохраняет жидкость от нагревания. И таким образом, если вы будете долго держать бокал в руках, содержимое холодное не нагреется от ваших рук, от тепла. И если внутри горячий напиток, вы не обожжетесь. Потому что некоторые люди зимой любят пить горячие напитки, горячие алкогольные напитки, глинтвейны. И дома глинтвейн не всегда композируют в классических бокалах для глинтвейна. Некоторые люди пьют глинтвейн по 50 мл за вечер. И, соответственно, используют для этого маленькие бокалы и не пьют глинтвейн из обычных бокалов, которые вы встречаете в ресторане и в общепите. Здесь все цветы имеют 3D объем. В силу того, что эмаль наносилась в несколько слоев, здесь многослойная эмаль. И кажется, что они как живые. Наверху белые цветы, как цветочки-вишенки и незабудки. Здесь крутье золотое. И там как будто бы орхидеи. Можно смотреть бесконечно на них. И мелкие цветы, и такие окна. Полупрозрачные с цветами, в которых видно. Уровень жидкости. Вот такая вот красота. Розовый бокал. Он легкий. Бокалы, которые без огранки, они легкие. Они как лампочки. Невесомые. И этот бокальчик маленький. Такие бокалы еще называют рюмер. Или римский бокал. Или ремер. Потому что они маленькие. Невысокие. Здесь в окнах как будто бы сакура. Такой, знаете, вишня цветущая. Орхидеи на золотом крытье. И наверху тоже незабудки. Хотя это цветы фантазийные. Всего пять лепестков разного цвета. Поэтому каждый видит то, что хочет видеть. И называть их можно по-разному. У художников не было цели передать какой-то определенный цветок. Скопировать. Такой вот бокальчик розовый. Он внутри. Он легкий. У него золото идет по краю. Золото идет на ограничителе. Держать его удобно. Потому что содержимое не греется от пальцев. И постамент здесь тоже имеет роспись. Много золота используется. У Амазер. И много цветочков здесь. И у них есть такая особенность. Они наносят точечками эмаль. И эти точечки потом рельефные. Здесь белые точечки. Когда я вам показывала с золотом сет. Где горел огонь. И мы наблюдали радугу. Там были точечки из золота. Здесь точечки из белой эмали. И лепестки цветов. Они тоже рельефные. Тактильно пальцами это ощущается. Бокал этот удобно держать. Тонкий. Это мы смотрим дно. Это хрусталь. Музейного уровня. Такие бокалы не продаются в свободной продаже. И я думаю, что бокалы такого уровня вам никто не покажет. А если и покажет, то это можно редко их где-то встретить. У кого-то встретить. Даже в каких-то частных коллекциях. Они крайне редко встречаются. Практически не продаются. Если продаются, то за какие-то неадекватные дикие деньги. Раскупаются мимолетно. И люди, которые раскупают, к сожалению, не все коллекционеры делятся своими коллекциями. И показывают какие-то шедевры, которыми обладают. Я знаю нескольких людей, которые имеют у себя дома восхитительные предметы искусства. Бокалы. И они их нигде не показывают. А это ужасно. Потому что мне кажется, что когда человек обладает живописью, хрусталь у него есть, или фарфор у него есть. Это нужно показывать другим людям. Потому что не все люди ходят по музеям, по галереям. А созерцание такой красоты никому не повредит. Мы сейчас смотрим бокал, из-за которого я и снимаю это видео. Сейчас. Потому что этим бокалом я пользовалась два дня подряд. Я пила только из него. Я из него пила вообще разные напитки. Это изнутри. Восхитительный клюквенный оттенок. Такой леденцовый. Оттенок морса. Золото по краю. Три слоя золота. Здесь эмаль плянсгольд полностью. И здесь тоже роспись. Незабудки. И золотые веточки. Осенний бокал. Видите, листики имеют оранжевый цвет. Оранжевый справа и желтый слева. Вот такая вот флористика. Здесь тоже цветы 3D. Три слоя эмали. Каждый слой наносился отдельно. Потом обжигался. И получился такой вот декор. Я даже не знаю, что мне больше нравится. Пить из этого бокала или рассматривать. Из-за чего я этим бокалом пользовалась 2 дня. Дело в том, что у него классная архитектура. Этот бокал он вместительный. Здесь, наверное, 200 мл жидкости помещается приблизительно. Он невысокий и он устойчивый. Он низкий, он не имеет стебля, не имеет ножки. И здесь есть ограничитель под чашей, который не позволяет тому, чтобы жидкость внутри нагревалась. Его удобно держать этот бокал. И из-за того, что он низкий, он устойчивый, он не опрокидывается. Потому что бокалы на длинных ножках, их можно уронить. А этот в сервировке устойчиво стоит на столе, украшает с собой все. Для сервировки таких бокалов много не требуется. Потому что такая красота, она доминирует. И она может затмить все. Даже фарфор Майсон затмевает бокалы, когда они настолько божественные. И у этого бокала восхитительный декор, флористика. Я люблю цветы на фарфоре. Я люблю, когда хрусталь имеет такую вот роспись. Цветы, которые не вянут. Что может быть прекрасней? У нас сейчас топят просто сумасшедшим образом. Дома дико жарко. Еще включен подогрев пола в некоторых местах. В холле, на кухне, в ванной комнате. И поэтому дома ужасно жарко. Живые цветы страдают. Они у меня до сих пор стоят на балконе. Хотя 3 градуса сейчас. Но комнатные цветы стоят на балконе пока еще. Но я наслаждаюсь цветами на посуде. Устойчивый бокал для всего. Хотя он не для всего, но из него можно пить все, что угодно. Его красота, она прощает вам то, что этот бокал используется не по прямому назначению. Можно пить хоть воду, потому что для воды он удобный, он объемный. Можно пить шампанское, потому что его чаша соответствует тому, чтобы из этого бокала пить шампанское. Из этого бокала можно пить бренди, коньяк и арманьяк. Потому что будет расстояние от носа до жидкости. И ваше слизистое не пострадает от этого. Можно пить белое вино, можно пить холодный чай. Все напитки можно пить. Такая-то красота. И у этого бокала постамент имеет такой дизайн. Здесь золотые кольца. По контуру два кольца на ножке. Ножка она короткая и ограничитель тоже с кольцом. Обычно золотые кольца они обозначают людям, которые не знают, как держать бокал, за какое место держать бокал. Потому что некоторые люди не знают, как держать бокал. И когда бокал имеет золочение, вот здесь, например, и вот здесь, здесь понятно, как его держать под ограничителем. Так, дальше я вам покажу зеленый бокал. Зеленый бокал, он имеет безумно много росписи. Здесь, мне кажется, что это листья рябины. Такой осенний бокал на зеленом фоне, на фоне природы, желтищие листья рябины. Здесь много росписи, здесь много золота. И этот бокал можно рассматривать бесконечно. У него постамент, который напоминает те постаменты, которые я вам показывала у бокалов Мазер. Такой вот постамент. Постамент тоже имеет золотые кольца, он имеет листья, роспись. Эмаль цветная, эмаль глянцгольд в три слоя. Каждый слой наносился поверх предыдущего и обжигался. Сначала выдували бокал. Стебель имеет такую каскадную форму, как будто он состоит из нескольких сфер. Смотрите, первая сфера, вторая, третья, четвертая, пятая и сама чаша, и постамент. И здесь тоже есть вот эти кольца золотые, которые показывают для тех людей, кто не знает, как держать бокал. Эти кольца очень часто на бокалах обозначают, за какое место нужно держать бокал. Здесь два кольца, соответственно, можно этот бокал держать по-разному. В силу легкого веса он, его удобно держать в руках. Здесь есть обозначающие кольца, как держать внизу кольцо и наверху кольцо. И в зависимости от того, что вы пьете, как вы пьете, вам это уже показано, как держать бокал. И на одной сфере здесь есть объемные цветы. Здесь вот синие цветы, синие лепестки и белая серединка. Бокалы, которые я показывала, по-моему, тоже такие имеют ограничители. Или другая серия. Просто у меня две очень похожих, две серии. И какая-то из них с такими ограничителями на верхней сфере в стебле. Я не помню, что я вам показывала, какую из них серию. И сама чаша. Объем чаши небольшой, где-то 150 мл. Но именно такой объем чаши, он и позволяет композировать разные напитки. И делает тем самым этот бокал удобный в использовании. Зеленое стекло или хрусталь. Ну, то есть это хрусталь, но это свинцовое стекло. Можно называть и так, и так. То есть это стекло с примесью свинца. И если по нему постучать палочкой, видите, такой звон, который говорит о том, что это хрусталь. И сама чаша расписная. Золото здесь блестит. Просто у меня включен свет яркий. И поэтому вы не видите этот блеск. Я постараюсь вам показать. Такой вот рюмер. Удобно его держать. Он легкий. И у него такой стебель, что как бы вы его не взяли, вам будет удобно находиться в руке. Такие бокалы требуют крайне бережного отношения. Потому что они редчайшие. Они безумно дорогие. И они восхитительно красивые. Антиквариат. Музейный уровень. Бренд Мазер. Маленький бокальчик с золотым крытьем. Абсолютно девичий. Такой женский, нежный, розовый, легкий, невесомый, совершенно легкий бокал. Который для всех напитков устойчивый, вместительный, удобный, легкий, позитивный и радостный. Который поднимает настроение. Я для поднятия настроения всегда использую разные бокалы каждый день и разную посуду. Но вот этим бокалом я пользовалась два дня подряд. Я пила только из него. Все-таки бокалы устойчивые. Они удобны в использовании. И бокал, где много-много живописи. Расписной. Зеленый. Такие вот музейные бокальчики. Антикварные. Которым больше сотни лет. Каждый прекрасен по-своему. Их можно использовать в одной сервировке. Потому что они имеют, во-первых, один оттенок. И они одного производителя. И у них нет противоречий. Можно вдвоем ужинать. И накрывать стол сервировать. Используя все эти бокалы. Вот такая вот красота. Я надеюсь, что вам было интересно. Я вас всех благодарю за внимание. Желаю вам уютной осени. Красивых сервировок. Хорошего настроения. И исполнения желаний. Пока-пока.